Пушнина, рыба, олени – это то, что Ямал дал фронту, внеся свою долю в общую победу. Огромное количество теплой меховой одежды северяне отправили для Красной Армии. К примеру, вот такая малица позволяла солдату вести бой, лежа прямо в снегу, а теплые кисы надежно защищали бойцов даже в самые лютые морозы. Посылки бойцам из округа шли беспрерывным потоком. Малицы, кисы, валенки, полушубки, шерстяные носки изготавливались вручную и хранили тепло сердец ямальцев, оставшихся в тылу. В общей сложности с северянами отправлено на фронт 3,5 тысячи посылок, 100 тысяч оленей шкур, 65 тысяч теплых вещей, меховых изделий и одеял. На фронт ушли квалифицированные работники-мужчины. Их места заняли женщины, юноши, подростки. Не работавшие ранее на производстве, они стали рыбаками, пастухами, охотниками. Были тоже в охотниках планы и на добычу, сколько должен быть добыт, сколько лисиц, сколько лисиц, конечно, все отправилось на фронт. Огромное количество шкур пушных зверей ушло на пополнение валютных запасов страны. Фонд обороны ямальцы внесли 29 миллионов рублей. Средства направлялись на строительство самолетов, танков и кораблей. Яркий пример того времени – шестилетняя Ада Занегина, которая отдала свои деньги на танк «Малютка». Я Ада Занегина, мне 6 лет, пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевка, Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек, а теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя-редактор, напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, и мы поедем домой. Сотни женщин, закончив рабочий день на производстве, шли на причал разгружать баржи с углем и продовольствием, используя при этом в нелегком труде так называемые горбуши. В нашем понимании горбуша – это рыба какая-то. А на самом деле это вот именно такая досочка, которая на горбу вешалась, и на нее ставились грузы. За труд в годы войны 255 северян были награждены знаком «Охотник-ударник» и 350 – знаком «Отличник охот-промысла». Проявляя исключительную заботу о фронтовиках, они перевыполняли нормы в несколько раз. Своим ежедневным трудом ямальцы совершали подвиг. Подвиг не на поле брани, а в тылу. Редактор субтитров А.Семкин